Здравствуйте, меня зовут Александр Шумилин, я кандидат биологических наук, агроном-эксперт компании «Биона». И компания «Биона» — это компания, которая на территории Российской Федерации, в мировой арене, уже на протяжении 20 лет занимается производством и внедрением биологических препаратов для сельскохозяйственных производителей. Начинали мы как компания с инокулянтов соевых, но со временем, соответственно, при опыте применения препаратов наших у сельскохозяйственных производителей, мы, соответственно, расширили спектр наших препаратов, которые можно применять для вращения культуры. Соответственно, будет за презентацию. Сегодня мы поговорим о первом этапе, о самом важном, пожалуй, этапе, о этапе протравки семян. Я думаю, что ни для кого не секрет, что если пропущен, скажем так, этап протравки семян, то по вегетации работать какими-то препаратами может становиться менее эффективно. То есть протравка семян, особенно, например, в рамках питания культуры, использования микроэлементов, является самым главным, самым, скажем так, эффективным агроприемом. Что необходимо знать про протравку бобового культуры? Пять ключевых аспектов, о которых стоит остановиться. Первое, самое главное, как вы все прекрасно знаете, бобовые культуры имеют раствор с клубинковыми бактериями. Клубинковые бактерии на корнях бобовых культур практически полностью могут обеспечивать их азотом. Это касается как гороха, так и нута, так и, соответственно, сои. Важно обеспечить питание другими элементами питания, в том числе микроэлементами и макроэлементами. Ну и, конечно, для формирования белка немаловажным является питание серой. Второй момент. Инокуляция сейчас по всему миру, и, что приятно, на территории Федерации, тоже является обязательным агроприемом. Все сельхозяйственные производители инокулируют свои семена. Следующее. Что стоит помнить при протравке? Это то, что, во-первых, высокие дозы азотных удобрений снижают эффективность клубнеобразования, соответственно, и эффективность азотфиксации. Клубниковые бактерии – это тоже живые организмы, как и растения, они поглощают элементы питания оттуда, откуда им проще. Соответственно, клубниковые бактерии, если в почвенном растворе содержится большое количество того же самого азота, они будут в первую очередь поглощать азот именно из почвенного раствора, и только потом уже ассимилировать азот, соответственно, из воздуха и передавать его в аммонинную форму для растений. Второй момент. Повсеместно сейчас используется химическая протравка, то есть протравка с помощью химических, соответственно, протравителей. Здесь важно помнить, что, как любой живой организм, клубниковые бактерии для формирования клубника, соответственно, они уязвимы перед химическими протравителями, и все химические вещества так или иначе оказывают на них действие. Понятно, что существует целый спектр химических протравителей, которые можно совмещать и нужно совмещать, соответственно, с инокулянтами, но тем не менее, как биологический объект от действия протравителей клубниковые бактерии так или иначе страдают. И еще одна рекомендация, думаю, что опытные агрономы и так это прекрасно знают, что важным, скажем так, элементом для высокого образования клубников является почвенная полдородия. Это нейтральные почвы и доступное, соответственно, наличие доступного фосфора в почве. Как компания, уже на протяжении, как я уже говорил, 20 лет мы работали, начинали работать именно с инокулянтами, и на примере, например, соевых инокулянтов, что мы сейчас пытаемся ввести, в том числе и другие бобовые культуры повсеместно, мы выработали для себя протравку культуры на основе четырех основных элементов. Первое – это инокуляция семян клубниковыми бактериями. У нас есть несколько препаратов, мы каждый год работаем над улучшением штаммов, выводим новые, более эффективные штаммы, о них мы тоже поговорим. Второй важный момент – это микроэлементы. Без питания микроэлементами, в условиях особенно бедных почв, большие дозы макроудобрения работать просто не будут, потому что все вы прекрасно знаете про такой принцип, как меню Либиха, соответственно, без питания микроэлементами большого урожая не будет. Следующий момент – использование биопротравителей. Слайд назад я говорил о том, что химические протравители оказывают определенный эффект на клубниковые бактерии, биологические протравители работают с клубниковыми бактериями в симбиозе, как бы помогая им. И последний момент – это адюванты-пролюбатели, по-другому они называются экстендеры. У всех компаний, соответственно, кто занимается производством биологических протравителей, такие вещества есть. Они очень сильно повышают эффективность работы всех биологических препаратов, в том числе инокулянтов, биопротравителей. Первый, самый главный продукт нашей компании, на котором я на секунду остановлюсь, это продукт Нитрофорс. Это инокулянт для сои. В основе лежат две бактерии – брадиризобиум японикум и брадиризобиум алкани. Брадиризобиум японикум сейчас есть в любом инокулянте, про него рассказывать не нужно. Брадиризобиум алкани – это, условно говоря, второй шкарный штамм, скажем так, азофиксирующих бактерий, который эффективно работает на кислых почвах. Брадиризобиум японикум более эффективно работает в условиях нейтральных почв. Спаш в районе 6-6,5 дней. Станут формирует самое большое количество клубников. На более кислых почвах, например, в Аргентине, все инокулянты делаются на основе как раз культуры брадиризобиума алкани, потому что она работает лучше в условиях кислых почвах. Мы решили соединить две этих бактерии в составе одного препарата, и этот препарат у нас какими-то работает в разных условиях. Кроме того, препарат имеет высокий титр – 10 миллиардов, что, в принципе, роднит его с препаратами с высоким титром западных брендов, например, с препаратом Хайковлс, я думаю, прекрасно известным. Следующие инокулянты для остальных бобовых культур. У нас они идут под маркой Азофикс. Здесь нужно обязательно перед использованием препарата уточнить, на какую культуру препарат будет использован, потому что каждая культура имеет расспрос с определенным видом клубниковых бактерий. Соответственно, когда мы подбираем культуру, мы должны знать, под какую культуру мы принимаем, подбираем препарат, и, соответственно, использовать необходимый штамм бактерий для образования клубниковых. Данный препарат, как и производим препарат на своем производстве в Республике Крым, город Епатория, этот препарат полностью свой. Полностью использовать свои штаммы, свое сырье, но и полностью российское, скажем так, крымское производство. Следующий препарат – это биопротранитель. Респект уже. Здесь стоит остановиться поподробнее. Сейчас даже крупные производители химических средств защиты растений уже давно поняли, что использование биопрепаратов дает больше потенциал урожайности, потому что эффективность работы клубниковых бактерий после биопротранки намного выше. Если вы обратитесь даже к крупным производителям, можете поинтересоваться, у всех есть определенные коллекции биологических, скажем так, протравителей. Но проблема вся в том, что их рынок – это рынок химических средств защиты. Соответственно, их задача – продавать свои химические препараты. Мы же, как биологи, предлагаем вам эффективные препараты именно для работы с клубниковыми бактериями. Здесь у нас два штамма бактерий – тердамона с ауэрофацинс, басовый с аминоликой фацинс. Вторая бактерия – задача, скажем так, фунгицидное действие, то есть очистка семенного материала и колонизация ализосферы с целью, соответственно, недопущения проникновения патогенов из почвы на корень растения. Первая бактерия – сердамона с ауэрофацинс – это бактерия, которая известна тем, что она продуцирует фитогормон гетарооксин. Я думаю, что с фитогормонами тройка – это фитогормоны фаоксин, стокинин, гиберлин – все знакомы. Гетарооксин – это фитогормон, который стимулирует рост корневой системы и в том числе выделяет определенные субстанции, соответственно, полисахолиды, которые стимулируют в том числе инопуляцию клубниковыми бактериями, например, растений и сои. По-другому это называется дот-фактор. Таких факторов в нодуляции существует большое количество, но о них мы подробно рассказывать не будем. Когда используется протравитель, все обычно делают упор на то, что используется семенной, ну, предполагается, что семенной материал может быть зараженный, поэтому основная задача протравителя – это очистка семенного материала. Но здесь упускается один важный момент. Большое количество патогенов, особенно в условиях интенсивной системы земледелия, остается в почве и возвращается в нуда вместе с растительными остатками, с сорной растительностью, с другими средственными источниками. Поэтому одним из больших преимуществ биологических препаратов является колонизация ризосферы, когда бактерии находятся на поверхности корня и защищают, соответственно, растения и его проникновение ферпатогена из почвы. Ну, немножко пройдемся по результатам применения. По некоторым нашим культурам в данных регионах. В 2019 году закладывали опыт с нутом в Ростовской области, как раз сравнивали химический протравитель и биологический протравитель. Здесь использовался биологический протравитель Респекта, соответственно, еще, скажем так, нашей старой итерации, только на одной бактерии, птиодомона с ауровоцит. Здесь можно хорошо заметить, насколько эффективнее начинают работать клубиковые бактерии при переходе с химического протравителя на биологический. Больше усваивается азота, больше получается потенциал урожайности. Кроме того, ростостимулирующие вещества, которые выделяются бактериями из состава биопотрравителя, также увеличивают, соответственно, урожайность, по сути, как те же самые фитокормоны. Еще один опыт в Ростовской области. Здесь использовали, сравнили, соответственно, по нуту второго года с обработкой инокулянтом и без обработки с инокулянтом. Видите, что прибавка урожайности составила на уровне 10%, чтобы дало получить, соответственно, дополнительную выгоду. Что здесь особенного? Особенность заключается в том, что во втором году, соответственно, использование выращивания нутр по тому же полю, там уже образуются, естественно, аборигенные формы бактерий. Но за счет того, что мы заселяем корни растений именно, скажем так, эффективными штабами, азотфиксирующие бактерии, они накапливают больше азота, что отразляется в получении дополнительной урожайности. Следующий опыт сои в Краснодарском крае. Здесь мы сравнили несколько инокулянтов. В качестве примера инокулянтов-конкурентов не будем называть, чтобы никого не обидеть. И использовали два наших инокулянта. В сухой и в жидкой форме. Задача опыта была показать, что независимо от того, каким способом вы применяете инокулянт, если технология применения инокулянта соблюдается, то любой инокулянт будет хорошо работать, показывать хорошую эффективность с точки зрения урожайности. Александр Ильич, одна минута у вас. Да, ну, собственно говоря, по сои еще одно сравнение инокулянтов с инокулянтами-конкурентов и, соответственно, с вариантом без инокуляции. Как видите, при текущей цене сои, даже по осени в 45 тысяч, выгода получается очень большая. В Томбовской области тоже использовали горох четвертой репродукции семена гороха и получили значительную прибавку урожайности. Кроме того, стоит заметить, что все биологические препараты, в том числе и наши, подходят для выращивания продукции в органическом земледелии. Мы сейчас имеем большой опыт, ведем активную работу с союзом органического земледелия и в том числе ведем работу по части выращивания органической продукции вместе с фермерами по всей России. В основном, конечно, это центральное черноземье. Там эта программа субсидируется на уровне Министерства сельского хозяйства. Что еще важно помнить? Помимо протравки, для повышения эффективности работы биопрепаратов, мы на своем опыте рекомендуем использовать комплексную схему обработки, комплексную схему защиты растений, куда входит работа по стерневым остаткам для очистки, от остатка средств на заболевание. Кроме того, они заселяют почву триходерму и не допускают развития петогенов почвы. Протравка себя и работа по вегетации. Вот в таких вот четырех звеньях, ну, в трех даже, может сказать, звеньях, вы получите максимальные прибавки урожайности и сможете сильно снизить фунгицидную нагрузку на поля. Ну, на этом, пожалуй, у меня все. Контакты слева снизу нашего менеджера по Ростовской области. Пользуйтесь, звоните, будем рады ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Александр Леонидович. В зале... Не уходите. В зале есть вопросы, товарищи? Да, есть. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представьтесь. Процесский, Алексей Азовский. Как ваш инокулянт с солнечной активностью? Дружит, не дружит? Скажите, обязательно условием для эффективной протравки семян является защита посевного материала после инокуляции от солнечного света. Если идет перевозка, соответственно, биг-бэка, биг-бэки должны быть закрыты каким-то образом. То есть понятно, что часть солнечного света через биг-бэк у вас пройдет и на поверхности какой-то части семян, которые находятся у стенки биг-бэка, понятно, что бактерии могут, соответственно, погибнуть. Любой солнечный свет для биологических препаратов, скажем так, является губительным именно на этапе протравки. Поэтому мы очень сильно рекомендуем, очень сильно наставим, чтобы сельскохозяйственные производители, во-первых, проводили протравку под крышей, либо как минимум под тентом, под каким-то навесом, ну или в помещении, соответственно. И перевозка, и непосредственно высек семенного материала тоже происходил в закрытой таре. У Семена Григорьевича вопрос еще. Мы пробовали проводить инокуляцию, очень фантастический результат получился, но при производстве недорабатываем. Ну, во-первых, срок бактерий, сколько она живет, от обработки до почвы, совмещение ее с, вы сказали, что какие-то терпит, какие-то нет, можете так бегло препараты назвать, и можно ли вносить в жидком виде не на Семена, а в редок? Спасибо, очень интересный вопрос. На самом деле, да, применение биопрепаратов не конкретно для инокулянтов, а по, например, препаратам по деструкции стерни, они показывают очень хороший эффект для внесения в редок. Это просто немножко отходя от темы, поскольку вредно задают такие вопросы. Внесение инокулянтов в редок, да, если Семена будет класться прямо на расспортивость инокулянта, которые находятся на тоже дне редка, то никаких проблем с инокуляцией не будет. Все это будет хорошо работать. По поводу, соответственно, вопроса, которые сказали по совместимости, несмотря на то, что, да, мы рекомендуем использовать биологические препараты, в некоторых случаях возможно применение совместно, например, с Максимом. Я думаю, что потребитель Максима все прекрасно знают, и здесь у нас вопросов нет. Ну, это у нас пример. Сколько живет бактерия еще? А, да, сколько живет бактерия. Здесь все очень сильно зависит от препарата. Общее правило такое. Чем больше титр препарата, тем дольше, соответственно, бактерия живет на семени до ее посева. Но здесь обязательным условием является использование экстендера. В нашем случае это препарат Дюгрейн, который позволяет обрабатывать семена за 21 день до высева семян почвы. Все мы так сохранятся. Есть еще вопросы в зале, товарищи? Александр Олегович, у меня еще вопрос. Да? Где? Добрый день. А вот Татсинский район, муниципалитет. Скажите, пожалуйста, ваша бактерия в Афир... Ну, первый вопрос. В баковой смеси, как она себя проявляет? Раз. Второй момент. Вы говорите, что эффективно работает в почве и является эффективным носителем. То есть важно понимать, как она взаимодействует с патогенной микрофлорой, которая есть в почве. То есть если мы возьмем препарат Экстрасол, то там четко прописано, что бактерия уходит в спору, когда, скажем так, экстренные условия такие. И она как бы проходит определенные периоды. Ваша бактерия, как она относится, как реагирует на экстренные условия, которые имеют место быть. Точно так же. Все споры образующие бактерии... Вы сказали по этому вопросу. Да, понимаю. Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный, действительно очень правильный. На самом деле, все споры образующие бактерии, например, все подвиды бацилуса, триходермы, образуют споры, которые действительно могут переживать неблагоприятные условия среды, сохраняться в почве. И, соответственно, чем лучше они находятся, тем дольше они могут переживать условия среды. Соответственно, все наши фунгициды также содержат в своем составе бактерию бацилуса и новикликацин, которая может переживать неблагоприятные условия среды. На примере препаратов, тоже отходя немножко в сторону, диструкторы стерни, их регулируют сельхозпроизводить. О, господи, производители биопрепаратов используют под осень для разложения растительных остатков. Они также могут переживать, соответственно, неблагоприятные условия среды, переходя в споровую форму. Еще вопросы? А, прошу прощения, не ответил про баковые смеси. Вопрос баковой смеси очень индивидуальный. Здесь нужно разбирать каждый конкретный случай. То есть, какие препараты или какие, естественно, компоненты будут входить в состав баковой смеси. Те четыре звена, которые я показывал на слайде, они проверенные нами, они, соответственно, рекомендованы, они совместимы. То есть, здесь препараты работают, по сути, в симбиозе, дополняя друг друга. Если говорить о баковых смесях с применением химических мугицидов или сиктицидов, здесь нужно каждый случай разбирать отдельно. Вопросы появились? Тогда я задам. Александр Олегович, скажите, пожалуйста, биопротравители эффективны в любых случаях или есть какие-то патогены, с которыми они не могут совладать? В рамках БАБО биопротравители эффективны во всех случаях. Более того, биопротравители эффективны в том числе против бактериозов, например, на сою. Бактериозы на сою проявляются вначале на семидольных листах, куда фунгициды еще практически не заходят. А кроме того, в принципе по бактериозам эффективнее биологических препаратов могут быть только антибиотики. Представляете, какого стоимость обработки антибиотиками полного битвула? Спасибо. Семен Гриевич, вы препараты используете бионы конкретно или нет? Подождите, Александр Олегович, может быть, нет? или другого производителя? Мне показалось, что вы с бионой работаете или с другой компанией? Мы несколько проводили опыт на в том числе и их, да? Да, мы проводили и в том числе и их, и дело в том, что мы, ну как бы, Константин Игорь заложил нам именно задание проверить ну я как бы с сомнением, он говорит, вот несколько образцов и заложили, то есть работает очень хорошо, даже в засушливой зоне. А, то есть вы работаете с этим препаратом? Да, параллельно, в том числе и этот. Ясно, ясно, это очень важно. Тут ряд вопросов, но я думаю, я как индивидуально мне очень заманчиво заменить химию на биологию. О, потому что химия, она в основе имеет импортное начало, да? А биология, она целиком отечественная. Да, вы правы. О, в нынешней ситуации это крайне важно. Спасибо. Есть, может быть, в зале еще кто-то работает с этими препаратами? Кто-то работал? Нет? Нет? Ага. Ну ладно, тогда все, тогда спасибо. Спасибо, мы будем двигаться дальше. Спасибо, Александр.